Тем временем главный двигатель революции Александр Иванович Гучков не сидит сложа руки. Вместе с руководителем Государственной Думы Родзянко они договариваются о том, что необходимо отстранить императора от власти, добиться его отречения в пользу наследника, его сына больного гемофилией Алексея Николаевича, тогда ему было 15 лет, при регенстве великого князя Михаила, брата Николая Второго, шефа дикой дивизии, человека мужественного, но совершенно неискушенного в государственном управлении. И тогда Гучков употребляет все свои силы для того, чтобы привлечь на сторону переворота армию. Он когда-то писал, Александр Иванович Гучков, что революция 1905 года не увенчалась успехом именно потому, что армия была не с заговорщиками. Гучков имел доступ к высшему военному руководству, начинает заниматься самой настоящей пропагандой и склоняет генералов к предательству. Руководители заговора всячески убеждают генералов, что если сейчас не отстранить Николая Второго от власти, то страну ждет крах. И генералы по указанию начальника генерального штаба Алексеева шлют государю один за другим телеграммы, в которых требуют или просят, или умоляют Николая Второго отречься от престола и передать власть Государственной Думе, а монархию своему несовершеннолетнему сыну. Происходит целая история, когда поезд государя гоняют по северо-западу между станцией Дно и Псковом. Это все была спланированная, долго о ней рассказывать, история. И в конце концов в Пскове императора встречает очень дерзко, непочтительно генерал Русский, командующий северо-западным военным округом, представляет ему все телеграммы от командующих фронтов, в том числе и от дяди императора, великого князя Николая Николаевича, который на Кавказе командовал фронтом, где все требуют от него отречения. Того же требует Государственная Дума, того же требуют и родственники, хотя бы в лице того же великого князя Николая Николаевича. Часто говорят, да не надо было ему отрекаться, надо было действовать. Ну вот представьте себе, Николай Александрович получает телеграммы от командующих фронтов. Разгар войны. Немцы еще на территории Российской империи. Готовится весенне-летнее наступление, которое должно начаться буквально, скажем так, с некоторой поправкой со дня на день. Все командующие фронтов. Что надо делать главнокомандующему? Арестовать всех командующих и биться за свою власть. А представляете, что это такое? Перед наступлением, перед лицом все еще очень сильной немецкой армии обезглавить армию свою и начать битву за власть в войсках, в столице и в других городах, которые вполне возможно присоединятся к восставшему Петрограду. На это император всероссийский Николай II пойти не мог. Он не мог арестовать все высшее командование русской армии, а значит, обрушить фронт. Он не мог начать гражданскую войну в разгар войны с могущественным противником. И он пишет «Нет той жертвы, которую бы я не принес для России». Тот самый Гучков, который лично ненавидел Николая II, прибывает с монархистом Шульгиным, прибывает в Псков и там в царском вагоне император Николай II отрекается от престола в пользу своего сына цесаревича Алексея при регенстве великого князя Михаила. Генерал русский, тот самый жестокий, бесчеловечный, дерзкий человек, который всячески унижал своего императора Николая Александровича во время этих переговоров, напишет в своем дневнике, вырвав из рук императора Николая, бывшего уже императора, его отречение. Многие великие глупости, а порой и страшные преступления совершаются с внутренним восторгом, гордостью, а порой и с патетикой. Так было и с несчастным русским. Передав Родзянко проект манифеста об отречении, он написал в своем дневнике. Сегодня я сделал все, что подсказывало мне сердце и что мог для того, чтобы найти выход для обеспечения спокойствия теперь и в будущем. Вот такой образец мудрости и верности России. Очень быстро и русские, и все остальные поняли, какие они невероятные глупцы. Генерала русского, убежденного в том, что он сделал все для спокойствия и безопасности России, очень скоро в 1918 году, возьмут в заложники и большевик, кавказец Аторбеков просто прирежет его в Пятигорске. Запись в дневнике в этот же день сделал и государь Николай Александрович Романов. он написал кругом измена и трусость и обман. Мог ли он что-либо сделать? Да, мог. Начать войну против своего собственного народа. Разорить фронт, обеспечить прорыв немцев на российскую территорию. Английский историк и экономист Энтони Сеттон написал, исследуя это время, никакой глава государства не смог бы противостоять смуте такого масштаба. Поэтому не имеет смысла все сводить к мнимому безволию и отсутствию политических способностей у государя Николая Второго. А задержанные полицией рядовые Волынского полка, вышедшие на демонстрации и присоединившиеся к восставшим, говорили о том, что им всучали по 30 рублей, 30 рублей огромная сумма, только за один день их участия в революционных событиях. То, что творилось в обезумевшем Петрограде город еще никогда не видел. Вот, как описывает полковник Винберг те дни, солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая злочастных городовых и околоточных, выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невинной крови. И не было издевательств и глумлений, оскорблений и истязаний, которые не испробовали бы подлые звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям петербургское население в массе своей деятельно помогало. Мальчишки, женщины, остервенелые мегеры, разные буржуазного вида, молодые люди. Те зверства, которые совершались в взбунтовавшейся чернию, в февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевым офицерам не поддаются описанию. Их раздирали на части, некоторых распинали у стен и зарубали их же шашками. Наш великий, замечательный, светлый художник Борис Михайлович Кустодиев, который прославился удивительными картинами о жизни России, полной радости, света, счастья, писал он, кстати, сказать, будучи парализованным. Лежал на спине, пользовался красками, писал по памяти, а полотно над ним, над его головой перемещали его близкие. Так вот, Кустодиев написал совершенно иную картину, которая называется, кажется, революцией. Картина эта совсем иная, совсем не похожая на все его творчество, но очень и очень знаменательная. Это фотография, документальная фотография того, что есть революция. ИНТРИГУЮЩАЯ